Дыра в областном бюджете поставила под угрозу существующие льготы и выплаты. Кто может пострадать от этих антисоциальных законов, как их назвали сами законотворцы, мы сегодня поговорим с министром социальной защиты населения Амурской области Ниной Павловной Санниковой. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько категорий граждан сегодня получают вот эти областные льготы? Категории граждан у нас 30. Это категории льготных граждан, начиная от многодетных семей, заканчивая ветеранами труда, всевозможными заслуженными нашими гражданами. По численности эта категория 280 тысяч человек. Какая самая большая? Самая большая категория на сегодня это семьи с детьми и ветераны труда. Сколько в год уходит на выплаты вот таким всем людям? В основном в год бюджет нашего министерства составляет 7 миллиардов рублей. Но я должна сказать, что он состоит, наш бюджет, как бы из двух частей. Одна часть это публичные обязательства, это как раз вот эти выплаты всем льготным категориям, порядка 5 миллиардов в год. И 2 миллиарда у нас уходит на содержание наших учреждений. Это дома ветеранов, дома-интернаты, приюты. Сейчас вот с этого года нам передали детские дома. То есть вот такой бюджет нашего министерства. Из-за дефицита бюджета сколько было урезано финансирование на следующий год? Значит, ну я не могу сказать о том, что финансирование было урезано. Значит, доведен бюджет, так как вы все прекрасно знаете, что бюджет в этом году у нас формируется на 15-й год достаточно сложный. И бюджет дефицитный, поэтому, естественно, что все министерства не смогли получить в полном объеме. То есть все министерства получили, значит, бюджет, но говорить о том, что он урезан и мы не сможем его выполнить, это будет неправильно. То есть в течение года, как только у нас появится какая-то проблема, значит, закончатся выплаты на какие-то цели, естественно, министерство финансов это будет отслеживать, и при поступлении доходов нам в бюджет будут дополнительные средства выделяться. На сегодня мы говорим, что на 80-85% на сегодня наш бюджет закрыт полностью. То есть, если говорить об отмене индексации в течение ближайших двух лет, до 15-16 годы, во всяком случае, можно еще ожидать повторения ситуации с задержками выплат, которые были в прошлом месяце? Я думаю, что задержек с выплатами у нас не будет, потому что, как у нас произошло в этом году, я думаю, что не будет у нас такого в следующем, потому что мы уже, так сказать, научно горьким опытом будем заранее предоставлять министерство финансов наши заявки и говорить о том, что у нас через два, предположим, или через три месяца вот эти деньги заканчиваются, что нам заранее нужно дополнительные какие-то средства выделять. Но, опять же, я хочу сказать, что вот мы сейчас говорим о деньгах, которые мы предусматриваем в бюджете, это все-таки суммы, которые мы предполагаем, что они нам понадобятся. Это не факт того, что именно столько денег нам будет нужно, потому что численность льготников у нас тоже меняется. То есть на сегодня мы понимаем, например, те же ветераны труда, те же участники войны, несовершеннолетние узники, те же дети войны. Это такая возрастная категория, которая у нас, в общем-то, потихонечку убывает. Поэтому говорить о том, что вот мы можем просчитать до рубля потребность нашу, мы тоже на сегодня сказать не можем. Мы ориентируемся по выплатам текущего года. Сколько у нас будет льготных категорий? Увеличатся они у нас, придут ли у нас новые, кто-то уедет. Мы знаем, что у нас численность населения в области немножко убывает. Соответственно, уезжают где-то и часть льготников уезжает. То есть это еще не факт, что нам именно вот такой суммы какой-то определенной не хватит. Это будет видно, но мы проживем первое полугодие. Обычно потом уже по второму полугодию уже будет видно все-таки численность льготников и те суммы, которые нам необходимы на выплаты. Очень большая шумиха была в связи с принятием вот этих антисоциальных мер на следующий год, но не было за ней видно, какие все-таки меры принимаются. Назовите, пожалуйста, что планируется сделать? Да, вот я как раз уже в виде закона. Да, вот я как раз хотела бы сказать об этой шумихе, которую, в общем-то, подняли в средствах массовой информации и очень взбудоражили наших льготников, как раз тех, которых это никоим образом не коснется. То есть у нас сейчас очень много звонков от ветеранов труда, от тружеников тыла, которые приходят, пишут нам письма, а насколько уменьшится у меня, а почему я не буду получать. Я должна успокоить всех тех льготников, которые на сегодня у нас получают, какие бы ни было льготы, то есть ежемесячную денежную выплату, ежемесячную социальную выплату на жречно-коммунальные услуги. Все суммы, которые вы получали в 2014 году, в том же размере вы будете получать в 2015. Единственное, что не произойдет, увеличение. Но увеличение на 2015 год у нас, индексация, не производится ни по одному направлению, потому что, опять же, как я уже говорила, из-за того, что все-таки средств в бюджете недостаточно. Но те выплаты, которые были, они все останутся. Не нужно приходить в управление соцзащиты, не нужно писать заявления там какие-то, то есть ничего делать не нужно. Все, что вы будете, вот как вы шли по этому году. Единственное, как вы приходили на субсидии с заявлением, когда у вас закончится срок, значит, и вы обязаны прийти с новым заявлением, вы точно так же с ним придете. Никаких других действий производить не надо. Все выплаты, касающиеся именно тех, кто их получал, они останутся в прежнем размере. Так, а что до новых льготников? Значит, вот те изменения, которые внесены сегодня в законы, они как раз коснутся только тех, кто придет к нам за новым назначением. Но, опять же, это не будет касаться ветеранов труда, это не будет касаться, значит, детей войны, то есть ветеранов труда о мужской области. То есть для них ничего не меняется. Они точно так же будут приходить с документами и получать свои льготы. Значит, мы с 2015 года вводим принцип нуждаемости. То есть говорим о том, что льготы будем платить не всем подряд, а только тем, кто в этих льготах нуждается. Значит, принцип нуждаемости у нас определен как два прожиточных минимума. Значит, на сегодня, если говорить о сумме прожиточного минимума, то это где-то 18 762 рубля. То есть те категории граждан, которые попали под этот принцип нуждаемости, это у нас многодетные семьи, это у нас лица, имеющие особые заслуги в сфере сельского хозяйства, культуры. Значит, это у нас многодетные матери, награжденные знаком материнской славы еще в советские времена. Но я хочу сказать, что в основном вся категория этих граждан, они уже эти льготы получают. То есть, ну, если говорить о многодетных матерях, которые были награждены медалью материнская слава, имеющая пять детей уже еще в советское время, потому что после распада Советского Союза эту медаль перестали вручать. Естественно, если они до 91 года имели пять детей, то сейчас они уже у нас в таком возрасте, что они уже давно как бы пришли с этой наградой, с этой наградой, вернее, эту льготу получают. Ну, возможно, какие-то единицы появятся. Но опять же, я говорю, что доход у этого гражданина должен быть не выше, чем 18 762 рубля. Это подушевой доход. Да, на одного человека. То есть, например, это вот многодетная мать, мы говорим, которая придет к нам, да, но на сегодня у нас средняя пенсия составляет, вы знаете, порядка 12, там, с небольшим тысяч. То есть, соответственно, 18 700, это, ну, у нас как бы небольшое количество таких пенсионеров. Это либо уже там получающиеся за 80 лет, либо это пенсионер, который продолжает работать и имеет еще какую-то заработную плату. Если мы говорим о многодетных семьях, которым тоже вводится принцип нуждаемости с 1 января, значит, здесь расчет такой же, два прожиточных минимума на человека, то есть 18 762 рубля на сегодня. Ну, многодетная семья у нас считается с трех детей, значит, соответственно, в семье должно быть 5 человек. Вот эти 18 тысяч умножаем на 5 человек, получается 93 810 рублей. То есть, доход в семье должен быть не выше этой суммы. То есть, если выше, то мы предполагаем, что семья это не нуждающаяся, и льготы ей не положены. Если ниже, значит, они без проблем эти льготы получают. Но по вот той аналогии, которую мы сейчас вот провели в 2014 году, у нас на третьего ребенка сейчас проводится, да, ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка, там 9 тысяч семья получает. Вот там эти условия уже были прописаны в федеральном в законодательстве, значит, там тоже у тех, у кого там получался доход больше 100 тысяч, значит, в семье из 5 человек, мы отказывали. Так вот, за весь 2014 год к нам обратилось только 5 семей, имеющих трех детей, у кого доход был выше. Все остальные под эту категорию попадают. Потому что, поэтому мы предполагаем, что в принципе большого оттока по этим льготам у нас тоже не предвидится. Разъясните изменения, касающиеся расчета размера платы субсидий за квартплату. Значит, по размеру субсидии. Значит, по федеральному закону размер субсидий предоставляется, когда, значит, доход граждан, предоставляемый ими для предоставления субсидий, то есть, когда сумма, которую они тратят на коммунальные услуги, превышает 22% от их дохода. Значит, это по федеральному закону. В нашей области мы также пользовались федеральным законом, но в 2008-2009 году у нас были приняты изменения наши областные в закон, где мы, значит, имея тогда, ну, приличные, так сказать, доходы и возможность предоставлять такие льготы, тем более, что было хорошее софинансирование с федерального бюджета, мы внесли изменения в наш областной закон и сделали там, значит, градацию. Тем гражданам, у кого доход до 5000 рублей, значит, им было 10% установлено, от 5 до 8200 доход, ну, одиноко проживающие пенсионеры, у них был доход, значит, доход до 16% и всем остальным 22%. Значит, сейчас, когда софинансирование из федерального бюджета у нас, в принципе, закончилось, сейчас мы на эти цели отправляем свои только средства областного бюджета, значит, посчитали, что, когда была возможность, мы могли предоставить, расширить, так сказать, перечень этих услуг и предоставить его вот таким образом. Сейчас такой возможности нет, поэтому приняли решение и вернулись к федеральному стандарту. То есть сейчас у нас все наши категории населения будут пользоваться 22% на получение субсидий. Вот это коснется, по нашим расчетам мы посмотрели, ну, где-то порядка 3000 человек, но это не говорит о том, что они не будут получать субсидии, они будут ее получать, но, возможно, в меньшем размере. Будут ли введены изменения по лишней площади? Значит, да, в первоначальном, когда первоначально в первом чтении рассматривался закон, там также была внесена эта льгота, эта льгота тоже наша областная, где, значит, вообще федеральный стандарт установлен, есть федеральный стандарт для предоставления субсидий на площадь жилого помещения, то есть если там одиноко проживающий гражданин, у него одна площадь, значит, там 2-3 человека, если эта площадь превышает, значит, тогда уже вы льготу не получаете субсидию. Значит, нашим законом было установлено, что это если это одиноко проживающий пенсионер, либо семья, состоящая только из пенсионеров, то есть муж и жена оба пенсионеры, либо, значит, это многодетные семьи, значит, тогда было определено, что если размер этой площади до 80 квадратных метров, то есть проживает, предположим, была большая семья, была большая квартира, потом бабушка осталась одна и проживает в этой площади, значит, ей предоставляют субсидию на всю площадь. Первоначально в первом чтении было принято решение вернуться к региональному, федеральному стандарту, вот, но ко второму чтению, значит, были предложения депутатов, и губернатор пошел навстречу к этим предложениям, и мы согласились с тем, что все-таки мы оставим в нашем областном законе эту льготу, то есть также до 80 квадратов, если одиноко проживает, значит, гражданин, они будут получать эту субсидию на всю полностью площадь, до 80 квадратных метров. А если больше? Значит, ну, если больше, то тогда уже на остальной площади субсидий они будут предоставлять, там будет оплата в полном размере. Вот 17 ноября во втором чтении на ЗАГС собрании будет рассматриваться закон, я думаю, что его примут в таком вот варианте. Вот по индексации прожиточного минимума для расчета социальной доплаты пенсионеров, сегодня вот этот прожиточный минимум составляет 7590 рублей. На следующий год и еще там через год, то есть индексация не будет производиться. Насколько это законно, что индекс роста цен ведь никто не отменял? Значит, ну, я сразу должна сказать, что индексацию прожиточного минимума и вообще расчет прожиточного минимума устанавливает не наше министерство, то есть мы не готовили этот законопроект и расчетом этим не занимались. Но на сегодня я должна сказать, что вот этот расчет, установленный на год на 7590 рублей, он в принципе не превышает тот прожиточный минимум, который устанавливается ежеквартально. То есть на сегодня у нас для пенсионеров прожиточный минимум по третьему кварталу установлен 7576, то есть тот, который установлен на год 7590, то есть он его еще не превысил. И в принципе вот у нас достаточно большое количество граждан, которые получают эту доплату на сегодня, то есть это те, кто получает маленькую пенсию, то есть мы доплачиваем, достаточно большой объем, порядка 828 миллионов у нас вот уже за 10 месяцев этого года ушло и почти 30 тысяч человек получают эту доплату. Но я думаю, что в следующем году мы будем продолжать доплачивать также до этого уровня. Многих хамурчан интересует вот информация о том, что планируется закрыть пять детских домов в целях экономии средств. Куда денете детей? Детские дома мы закрывать планируем. Не только планируем, мы их уже закрываем. Почему закрываем? Вот сразу, опять же, вот даже по крестовоздвиженскому детскому дому вот такой ажиотаж, который как бы поднят, я тоже считаю, что он не совсем правильный. Потому что на сегодня, вот буквально на сегодня мы передали в семьи только вот в текущем году уже более 500 детей. То есть нет возможности, то есть, понимаете, вот 500 мест в детских домах освободились. Они что должны? Просто стоять пустые и их не закрывать? Или содержать просто для того, чтобы предоставлять рабочие места сотрудникам, которые там работают? Вот на сегодня по крестовоздвиженскому детскому дому. Мы говорим о том, ну, во-первых, они на сегодня у нас не юридическое лицо, а не филиал Константиновского детского дома. Значит, почему? Даже потому, что в течение трех лет мы не могли туда найти директора. Там вот три года уже исполняет обязанности сотрудник Константиновского детского дома, который просто по приказу, как возложили на нее обязанности, она ездит туда на работу. То есть в самой крестовоздвиженке на сегодня проблематично найти того же психолога, того же директора, то есть как бы вот состав кадровый, будем так говорить. Второй вопрос. Если у нас есть в районном центре детский дом, в котором есть свободные места, в котором есть возможность, значит, детям дать, ну, будем так говорить, лучше, может быть, условия по образованию, по какой-то досуговой деятельности, там нам проще, будем так говорить, найти специалистов. Значит, мы решаем вопрос о том, что нам, естественно, мы хотим, чтобы дети крестовоздвиженских, их там всего 27 человек, переехали в Константиновку. Не надо поднимать вот такой вот ажиотаж о том, что детям там будет плохо. Вот мы их привезли в воскресенье в Константиновку, организовали там им спортивное соревнование с теми детьми, которые живут в этом детском доме. Они посмотрели, куда их перевезут. Мы же не сказали, что мы вас сейчас возьмем вот так вот быстро и туда перевезем. Мы им показали те комнаты, в которых они будут жить, показали им большой спортивный зал. То есть у детей уже, вот буквально, значит, в пятницу мы с ними встречались, у них совершенно уже другое отношение к этому переезду. Теперь будем говорить о воспитателях. 15 километров расстояния, да, значит, если мы хотим работать, ну вот у нас Волково сколько здесь, 17 километров, да, от города Благовещенска, люди же ездят в город на работу, потому что они хотят работать. То есть воспитателям Крестовоздвиженского детского дома мы предлагаем, у нас там 9 вакансий воспитателей на сегодня. Значит, то, что мы их не будем возить, это неправда. Мы говорим о том, что автобус, тот, который есть в детском доме, он будет вас привозить на работу. И вы можете работать со своими детьми, которых вы знаете, в этих же группах. Но мы не хотим, мы хотим остаться здесь. Ну понятно, что мы хотим. Мы предлагаем другой вариант. Вы знаете этих детей, вы много лет с ними работаете. У нас сейчас активно идет передача детей под опеку. Ради бога. Ну вот эти дети там по 12, по 13 лет, большие уже дети, которых не очень активно, будем так говорить, берут, да. Но вы их знаете, вы знаете, что, как вы сами они говорят, очень хорошие все дети. Ну и возьмите двух детей себе под опеку. Вот вам заработная плата, которую вам стабильно будет платить государство. То есть кроме содержания денег, которые мы будем давать на содержание ребенка, плюс еще заработная плата. То есть разные варианты мы рассматриваем. И второй момент, почему именно крестовоздвиженка. То есть здание не очень большое. Здание можно легко переоборудовать под три отдельных квартиры, в которых точно так же можно отдать эти квартиры для приемных семей, которые будут там жить и возьмут этих детей себе в семьи. То есть мы не просто принимаем решение вот так вот резко закрыли детский дом. Мы же сначала рассматриваем все моменты, почему именно этот детский дом. Поэтому, естественно, что на будущее мы будем закрывать еще, например, вот есть детские дома, где, предположим, у нас нет хороших условий для детей, где старое здание, где, будем так говорить, туалет находится на улице. Почему мы не можем его закрыть и перевести детей в те учреждения, где действительно им условия будут созданы? То есть дети активно под опеку будут передаваться? Дети на сегодня, они у нас, в общем, достаточно активно передаются под опеку. У нас, ну вот на сегодня, я говорю, более 500 детей. Вот мы с марта месяц, 1 марта приняли детские дома. У нас более 500 детей ушли под опеку. Соответственно... А если им там плохо будет, они куда вернутся? Значит, для того, чтобы им там не было плохо, на сегодня, во-первых, у нас созданы сейчас школы приемных родителей. Это первоначально до того, как отдать ребенка в семью. Значит, ну, будем так говорить, что до сегодняшнего дня, там, до передачи. Эти школы были созданы, но они не были созданы во всех районах, потому что, ну, наверное, не было возможности в органах образования это сделать. У нас же практически во всех районах есть, если не приют, то какое-то другое наше учреждение. Вот на базе этих учреждений мы сейчас создаем школы приемных родителей. Это подготовка. Понятно, подготовка подготовкой. Но самое главное, это потом школа сопровождения приемных семей. То есть она будет курировать? Да. То есть не орган опеки, который там один или два человека в районе, он просто не в состоянии все эти семьи, значит, проверить, как в них проживают дети. А службы сопровождения семьи. На сегодня они у нас создаются буквально во всех районах. Где-то они создаются сейчас, при детских домах. То есть мы говорим директорам детских домов. Вот у вас уходят дети, мы вам, значит, сокращаем, естественно, койки сокращаются, количество воспитателей сокращается. Создавайте у себя службу сопровождения приемных семей. И ваши специалисты, во-первых, они знают детей, которых отдали. Они будут выезжать в эти семьи. Поэтому сейчас самая главная задача для нас не просто отдать детей в семью, а отдать так, чтобы дети не вернулись обратно. Это вот главная задача, которая сейчас стоит перед учреждениями соцзащиты, которые занимаются опекой. Опека будет передана нам только с нового года. Но на сегодня мы, как будем так говорить, мы уже готовимся к этой передаче. И на сегодня службу сопровождения мы создаем в каждом районе. Еще вопрос по детским домам, вообще по автономным учреждениям вот такого образовательного типа. Они стали новыми учреждениями. И правда ли, что их педагоги потеряли право на досрочную пенсию? Да. При передаче, значит, в наши учреждения они у нас не считаются педагогическими работниками, так как они работают в системе социальной защиты, а не в системе образования. Значит, но эта проблема, она, в общем-то, возникла не сегодня. У нас некоторые территории уже регионы раньше, чем мы, значит, забрали полномочия по детям-сиротам в органы социальной защиты. Поэтому с нашей стороны тоже было направлено письмо за разъяснением. Значит, Олег Николаевич подписывал, даже мы письмо направляли на имя председателя правительства Медведева. Это письмо было отписано в Министерство труда. Значит, и на сегодня мы получили ответ о том, что Министерство труда рассматривает возможность для отключения в перечне этой льготной профессии именно вот педагогов, которые работают на сегодня в учреждениях социальной защиты. Поэтому я думаю, что этот вопрос решится однозначно положительно. Ответ этот мы из Минтруда получили. Мы направили его во все детские дома руководителям для того, чтобы они ознакомили своих сотрудников о том, что вопрос этот решается. Я думаю, что он будет решен положительно. Много вопросов к вам и вообще вот такая ситуация, потому что это самая большая, наверное, наша категория людей социально малозащищенных. И спасибо большое, что вы ответили на эти вопросы. У нас в студии была министра социальной защиты населения Амурской области Нина Павловна Санникова. Спасибо.